Война в Украине Она чем-то отличается от тех конфликтов, которые я видел И не считаю, что есть некрасходственный конфликт Тот же Нагорный Карабах, Приднестровье Для чего Россия все это делает? Нагорный Карабах был вообще в 92-93 году В Приднестровье, по-моему, еще раньше Я бы не... Ведь Россия это не человек какой-то Это не мужчина и не женщина Это Россия 93-го года Россия сегодняшняя Две абсолютно разные страны Что касается... Чем отличается этот конфликт? Ну, если бы я был китайцем Или негром преклонных годов Я бы, конечно, Подумал бы, что это такой же конфликт, как, скажем, в Косово Или еще где-то Но, поскольку я русский С частью польской крови Наверное, украинской, белорусской То я вам так скажу, что для меня это не чужой конфликт Потому что Я был и стоя с другой стороны линии фронта И с обеих сторон разговаривают на русском языке И с обеих сторон есть и русские, и украинцы С обеих сторон И это не война Это не война России с Украиной Нет, это война России с Украиной Это не война украинцев с русскими Это не война русского народа против украинского народа Это война одного единственного человека Против украинцев и против русских А те, что выполняют его преступные приказы, это люди без национальности, люди, которые совершенно не понимают, что нельзя в Славянском доме доводить ситуацию на ровном месте для того, что люди со стервенением начинают убивать друг друга. Это страшное, страшное преступление, и я думаю, историки и поколение следующее найдут ему должную оценку. — Ну вот ваши мысли по этому поводу. Почему именно сейчас? Что должно было произойти, чтобы пришло в голову сначала Крым, а теперь Донецк, Бурганск, в другом власти? — Ну, понимаете, это все часть вот этого достаточно хаотичного, достаточно капризного, на удивление, вот такого, какого-то не очень планового плана, воссоздать разрушенный до основания Советский Союз. — Сначала появился вот этот вот тухлый сталинский гимн с переложенными какими-то словами, которые никто и наизусть-то не знает до сих пор в России. Потом много чего. Все вот эти вот советские вещи, они стали, как бы знаете, вот что мы видим сейчас в России, — это распространение раковой опухоли, сталинизма, потому что страна, как пациент, не испытала радикальную операцию. — То есть не были сделаны совершенно необходимые в этой ситуации вещи, такие как люстрации, например, такие как избавление от всех советских символов. — Возможно ли это сегодня? — Нет. — В Украине мы, в общем-то, наверное, к этому стремимся, но тем не менее мы не можем это сделать. — То есть это по-своему невозможно? — Невозможно сегодня, да. Потому что, ну знаете, вот я даже разговариваю с своими очень почти уже бывшими, хорошими друзьями из моего округа людьми, и они мне кричат «Крым наш! Крым наш!». Такое ощущение, что у них вот чип вот этот вот разумный, вытащили из головы чип вот этих моих друзей, с которыми мы вместе обсуждали литературу, там, политику, и вставили какой-то другой чип, вот этот киселевский такой, эрнстовский такой, кремлевский вот этот чип. Люди в России, большинство людей, почему этот конфликт оказался возможным, почему народ не сказал «нет»? Потому что для них Украина не является до сих пор независимым государством. Они, большинство, до сих пор считают, да что вы, это же наши подбрюшья, это наш чулан там, наш туалет, наш коридор, наш огород. Да какие там эти хохлы там украинцы, да нет, это смешно. То есть вот это вот снисходительное отношение к целому народу, недопустимое, оно в результате и создало почву для вот этой вот совершенно идиотской войны. Войны, построенной на мифах, все причины, которые называл Кремль для этой войны, придуманы были самим Кремлям. То есть получается так, что президент великой страны, он находится в плену своего собственного телевизора. Вот не может Владимир Владимирович, не может он понять, понимаете, вот у него не хватает мозгов, чтобы понять, что никто не платил студентам, когда они вышли на Майдан. Но у него не укладывается это в голове, он не так воспитан, но не бывает так, что огромное количество людей бесплатно что-то делали. Потому что в России не может быть, потому что, ну, наверное, может быть, но потому что, вот стоило людям выйти, опять это проськи американцев. Ну, вот это вот, все время сознание того, что весь мир против тебя, что Россия, у России какой-то особенный путь, что все хотят захватить Россию. Да кому она нужна, Россия? Чего там захватывать? Ну, что там захватывать? Да кто вообще сможет захватить? Даже китайцы не могут это себе представить. А насаждается опять в обществе вот этот вот комплекс осажденной крепости. И Россия как бы нарочно окружает себя войной, которую она якобы ведет с американским империализмом. Но вот этим battlefield, полем битвы становится Украина, Грузия и так далее. То есть эти войны, они все искусственные, они все, их причины придуманы руководством России, чтобы показать всему народу, что вот у вас нет газа, например, в стране, или вот у вас такая невкусная еда, или там мы не можем лечить стариков и детей, потому что мы окружены врагами, и мы должны тратить деньги на войну. И люди, видимо, воспринимают все это нормально. Ну, конечно, люди воспринимают так, как им это говорят. Знаете, если по телевизору показывать, ну, что-то одно все время, знаете, что-то такое не очень приятное, например, задницу целыми днями, то в конце концов, ну, а что, нормально выглядит, даже симпатичная. Так и здесь. Особенно, вот, понимаете, чем чудовищней ложь, тем она как-то легче лозит. И вот эта ситуация, она продемонстрировала, насколько в большинстве своем русские люди, российские граждане, необразованные, насколько они неинтеллигентны, насколько они нетолерантны, насколько они до сих пор живут в девятнадцатом или в двадцатом веке. Когда они не могут отличить вранья от правды. Причем вранья, очевидно, распятый мальчик. Но если бы, в конце концов, даже сами не признали, что это вранье, большинство населения до сих пор бы верило. Я разговаривал с одной журналисткой, такой ватницей из Донецка, ну, как разговаривал, она мне написала, какой вы подлец, почему вы не рассказываете о том, как погибают дети и старики в Донецке, в Донбассе от бомб фашистско-бендеровских, от карателей. Я говорю, какие дети, какие старики, назовите мне фамилию, покажите фотографию. Она говорит, я в морге были зимой забиты до отказа, я сама все это снимала. Я ей пишу, ну, покажите карточку. Я не могу их опубликовать в Фейсбуке, я отдала их изданиям. Каким изданиям? Покажите ссылку. То есть, в конце концов, разговор кончился, ничего она не предъявила. Когда ты разговариваешь вот с этими людьми, которые верят в то, что говорит им Кремль, никогда нет прямой ссылки в их утверждениях. Мне сказала тетя, у которой брат живет, я видел по телевизору, ну, как же, они же напали, вот вчера передавали, хвост виляет собакой. Скажите, вот для вас лично война в Украине когда началась? Насколько я знал, вы с первых, практически с первых дней, расстояние на Майдане были в Украине. Ну вот, с момента, когда я увидел зеленых человечков в Крыму, я понял, что это война. Я не знал, что она приобретет такие страшные формы. Ну, у меня есть эпизод такой в книге, он достаточно, такой тоже основан на реальных фактах, когда зеленые человечки захватывают Верховный Совет в Крыму, а ночью, днем этого же дня, потому что они захватили в 4 утра, между двумя командирами, командир и его заместитель одной механизированной воинской части, в Украине происходит такой разговор, что, слушай, заместитель говорит, давай подгоним пару танков, пару бронетранспортеров к этому Верховному Совету и просто там долбанем по нему, как следует, как Ельцин по Белому Дому, и все кончится. Там же не было таких гражданских людей, да и депутатов даже этих не было. Их только потом пригнали. А тот командир ему говорит, да нет, у нас нет приказа. Он говорит, а какой ему нужен приказ? Это же террорист. Он говорит, знаешь, что это? Давай, самое худшее, что с нами может случиться, это то, что мы будем жить в России. Но при этом и ты, и я останемся живы. Вот были ситуации, когда украинцы могли переломить, остановить войну на дальних подступах. Я не уверен, что я прав, но мне кажется, если бы... Многие говорят, как хорошо, в Крыму не было ни одного выстрела, что украинская армия забрала. Они готовы? Готовы или не готовы? Ну, вот к вам в дом, вы сидите завтракаете, в окно влезает какой-то бандит. Но вы можете дотянуться, взять какую-то скалку и дать ему по балде. Вы что будете сидеть, ждать, пока он что-то сделает, парализованный страхом, потому что вы не готовы? Ну, по сути, так и получилось. Так и получилось. Так и получилось. Потому что война все равно пришла в ваш дом. Если бы она случилась в Крыму, то ее бы не было в Донбассе. Книга, которую вы написали, насколько для вас лично это было ожидаемое детище? Интересно ли вам было работать над этой книгой? И насколько интересен был материал? У вас дети есть? Есть. Вам рожать интересно было? Как вам сказали, рожать нет. Это было настолько ожидаемо. Ну, собственно, сам процесс был тяжелый. Ну, вот те же самые. Вот вы ответили на мой вопрос. Расскажите о книге. Ну, книгу, она состоит из страниц, там слова в ней. Есть фотографии. Ну, что я могу рассказать о книге? Ну, не я должен рассказывать о книге. А читатели должны о книге рассказать, спросите их. Если вы хотите узнать, как она произошла, я писал статьи, я публиковал свои фотографии. Они облетели весь мир, они получили какие-то премии престижные. Но я понимал все равно, что эта война не вышла из моего организма. Что у меня осталось в памяти, в сердце, в душе столько всего, чего я не мог опубликовать в статьях. Ну, просто жанр сам не позволял. Я понял, что я наконец-то созрел для того, чтобы написать роман. Я сразу понял, что это будет роман, потому что я не хотел никого обидеть из защитников аэропорта. Я знал только некоторых из них некоторое время. И я дал им всем, и вымышленным именем, назвал аэропорт вымышленным именем, чтобы никто не мог сказать, ну, слушайте, это было вот не так. Я там был в этот момент, вот, не 80-е винометы там, а 122-е там нас бомбили. Вот этого я хотел избежать, потому что для меня не суть важна была, в какой момент что произошло. А то, как это произошло, и что испытывали люди на этой войне, и как они оказались в такой ситуации. И насколько фантастично, настолько совершенно и реально было то, что происходило в аэропорту. Потому что, ну, это, я все время щипал себя, этого не может быть. Потому что, ну, это, это действительно вот Стивенс Пелдбург, сейчас выйдет, скажет, снято. Потому что все настолько реалистично, все настолько выпукло, все настолько фантастично одновременно, что поверить в это мозги отказывались. Что сейчас происходит такая битва, причем, что, что вы защищаете? По существу, они защищали воздух. И, конечно, многие скажут, не надо было, надо было оттуда уйти. Я не отвечу на этот вопрос, надо было, не надо. Я знаю, что они защищали воздух свободы. Они защищали тот воздух, которым они дышали на брикадах на Грушевского. Ну, знаете, для многих украинцев, собственно, ребята, сами, наверное, воспринимают, называют даже, да, вот, в котором Сталинград. Аэропорт стал, наверное, даже символом. Ну, аэропорт – это, это ваше косово поле. Это, это вот то самое тактическое поражение, которое стало стратегической победой на многие годы вперед. Это вот не миф какой-то о 28-м панфиловце, который оказался враньем от начала до конца. Хотя, наверняка, там какие-то подвиги совершались, но о них не рассказали. А рассказали вот какую-то лажу, понимаете, которая со временем вскрылась. А это вот и есть реальные герои, которые выжили, которые могут рассказать о героях погибших, что, собственно, в моей книге и произошло. Вы четверо дня провели себя, как вы попали в аэропорт, благодаря кому, как иностранной журналистке? Ну, я знаком с замечательным человеком, с Викторией Бутенко, продюсера Сиэна. Она гениальная журналистка, украинская Украина должна гордиться ей. Она, кроме того, что обаятельная, очень умная, очень тактичная, интеллигентная девушка, она еще и единственный в истории Украины финалист Эмми. Это телевизионный Оскар. Она его не выиграла, но участие на таком высоком уровне – это очень почетно. Я ей очень завидую. И вот она, пользуясь своими продюсерскими талантами, помогла мне попасть в аэропорт. – Вы когда ехали туда, ну, собственно, у вас был опыт, вы знаете, что такое война. Вот когда вы туда приехали, вы ожидали увидеть то, что вы увидели? – Нет, не ожидал. Я ожидал, что я увижу войну, но я не ожидал, что я увижу так. Я не ожидал увидеть те глаза, которые я там увидел. Вот там от всего этого сюрреализма окружающего, когда в какие-то моменты, поверьте мне, для этих людей смерть была бы избавлением от того ада, в котором они находились. Вот в этот момент у человека появляются такие глаза, которые никогда нельзя увидеть в какой-то обычной жизни. Вот в них появлялся какой-то свет. Именно поэтому я написал роман, потому что я никак не могу забыть эти глаза. Я сделал фотографии, но даже на фотографиях этого нельзя передать. – Мы, общаясь с Сергеем, он говорил, что, вот, наверное, русские, когда узнали, кто против них был, мы удивились бы очень сильно. Был оператор, механизатор Сандоры, был музыкант, был еще кто-то. А вот для вас ожидал, что ребята, вот просто солицы, которые, по сути, никогда не имели военного... – Нет, я понимаю, о чем вы говорите. – В аэропорту со стороны Украины воевала ваша элита. Такие вот настоящие, настоящая мужская элита страны. Поэтому так жалко ее было терять. Там не было ни одного человека, который попал туда случайно. Не было ни одного человека, который попал по приказу туда. Там все были добровольцами. Большинство из них было в зрелом возрасте, состоявшиеся люди с разными профессиями. Но это вот настоящие, в хорошем... Я ненавижу эту всю лексику, но это настоящие патриоты, которые попали в этот аэропорт, потому что они хотели туда попасть. Они хотели именно там защитить Родину. Это вот было то самое место, это главное сражение страны. Меня многие упрекают, говорят, почему ваша книга называется «Главная книга». Я, во-первых, этого не написал, это издатели придумали. Но вот сейчас, когда книга, когда уже 30 тысяч практически продано, сейчас, когда я приезжаю из города в город, и вот везде, кроме Николаева, был полный зал. Хотя здесь тоже была атмосфера. Но атмосферу даже 25 человек, которые пришли, могут создать. Ну, я шучу, не 25, но сколько, человек 400 пришло. Это большой успех, потому что отвлекли от рыбалки, там люди рыбывают. Может быть, в этом городе просто все знакомы 79-й бригады, они им давно уже все рассказали, поэтому им неинтересно, они ничего нового не узнают. Меня в одной передаче у Киселева, у вас на какой-то канал, у Евгения Киселева, ну, не без значения, меня спросили, была дискуссия, вот когда там кто-то кинул гранату в Киеве, и стали говорить о том, что приезжают солдаты с фронта, у них такой травматический синдром, вот этот военный, как афганский синдром, как гетнамский синдром, и спрашивали, вот эти вот люди у меня, которые из аэропорта вернулись, вот от них можно ожидать? Ничего подобного. Это люди, которые, возвращаясь домой, они возвращаются в свою нормальную жизнь. Один из них бизнесмен, другой художник, третий музыкант, то есть каждый из них имеет семью, женщин, которые их ждут, которые ими гордятся. Вот в аэропорту были действительно элитные мужчины вашей страны, и тем страшнее было их терять. Понимаете, потому что с врагами, вот с этими орками, размен, конечно, был, даже если один к ста, все равно недопустим. Вот ваше общение, стали ли эти люди для вас достаточно близкими, стали ли они для вас друзьями? Нет, конечно, нет. Они у меня не друзья, мы хорошо знаем друг друга, но я все-таки автор, и в какой-то степени я должен быть отстраненным, иначе про друга труднее написать, понимаете, ну вот правду. Ну, конечно, у нас хорошие отношения, все, я ему очень благодарен, наверное, они мне тоже благодарны, что я проект написал, но я не хочу превращать вот эту вот книжную эпопею в какое-то бесконечное застолье, понимаете. Но они живут своей жизнью, я тоже. Ну, так получилось, что они стали героями моей книги. И они заслуживают этого, они заслуживают, чтобы о них рассказали. Я рассказал, как мог. Я достаточно опытный человек, и у меня есть какой-то литературный вкус, у меня литературного таланта маловато, а вот вкус есть. И я вижу все те огрехи, которые есть в романе, которые я не могу изменить, и даже если бы очень хотел, не мог, а мог бы сделать только хуже. Но вот эти портреты ребят я старался как можно ближе приблизить, как можно точнее отобразить, старался приблизить их настолько к жизни, насколько возможно. И они все говорят у меня в романе, я надеюсь, своими живыми языками. Иногда я просто целые диалоги переписывал. То есть там у каждого свой говор, у каждого своя лексика. И надеюсь, что они получились такими живыми. Несмотря на то, что с ними там произошло. Вот вы говорите, что ребята военными, консультантами были. Много ли было замечаний? Ну, конечно, были, да. Ну, конечно, были. Не так вот, он не мог вот это носить, он не мог так говорить. Здесь надо плюс-плюс сказать. И вот эта мина, она звучит по-другому. Вот здесь вот нет, там не было 125-150, там не было САУ. Ну, много. Я, в принципе, и чем РПД отличается от ДШК? Да нет, что вы, это не ДШК, это РПД. Это пулеметы Дегтярева. На самом деле никто этого не заметит. Но вот очень важно, что вот эти вот замечания тонкие, очень такие, очень мелочные, очень тщательные, они, надеюсь, помогли придать значительную достоверность к описанию батальных сцен в книге. Вчера вы зачитывали, да, вот есть матерные, по-моему, некоторые выражения, как будут переводить. Ну, на английский очень легко перевести. А на другие языки, ну, не знаю, везде по-разному. Ну, из песни слова не выкинешь, понимаете? Я сейчас уберу весь мат и... Понимаете, вот есть книга «В окопах Сталинграда» Виктора Некрасова. Это моя любимая книга про войну. Виктор Платонович, единственный из всех батальных живописцев, писателей, сподобился написать гениальную книгу, не используя ни одного матерного слова. Вот у меня такого таланта, как у Некрасова, нет. И если бы Некрасов жил сейчас, я уверен, что все бы персонажи его книги бы разговаривали так, как они разговаривали тогда. Разговаривали приблизительно так же, как сегодня. Война с тех пор мало, чем изменилась, особенно вот эта вот война. И мне в этом плане было легче. То есть, если бы у меня был такой талант, как у Некрасова, может, я обошелся бы без мата. Ну, почитайте. Если бы я сейчас его убрал весь, то оказалось бы достаточно кастрированное повествование, потому что мат является составной частью, извините, нашей культуры. Как ни крути. Потому что, ну, 99, 90% населения вообще разговаривает матом. К сожалению. Если в английском языке вот это вот «факинг», оно как бы достаточно уже внедрилось в литературу, даже в кино, то в русском языке это вообще до сих пор еще для кино, для литературы, как бы является табу. Редактор субтитров А.Семкин